Меня зовут Игорь Тростников, моя коллега и руководитель РБК Елизавета Голикова. Мы те самые люди, которые будут делать презентацию на русском языке. Спасибо за эту возможность, спасибо за приглашение, спасибо за возможность выступить и рассказать о том, что нас действительно заботит последние много месяцев. Мы когда выбирали тему для выступления, много всего перебрали, у нас много разных проектов. Мы обновляли дизайн газеты, делали еще что-то, еще что-то. Сейчас мы думаем о том, что делать с нашим телеканалом, но по-настоящему нас заботит проблема фейк-ньюса и клик-бейта. Несколько слов об РБК. РБК действительно крупнейшее частное информационное медиа в стране. Наша аудитория – это экономически активное население, это бизнес, менеджеры, государственные служащие. РБК представлен практически на всех платформах. Телеканал, газета, журнал и сайт, который входит в пятерку ведущих новостных порталов России. Доход от медийного сегмента РБК в 44, больше 44 миллионов евро. И что особенно важно, РБК – операционно-прибыльная медиа. Мы очень дорожим этим обстоятельством. Считаем, что по-настоящему независимым в современном медиа-мире и особенно в России можно быть только зарабатывая деньги, будучи бизнесом. Вот 21 миллион – это среднемесячная аудитория всего РБК. Что касается сайта, это для нас тоже, безусловно, один из важнейших показателей. 34% прямого трафика. То есть людей, которые приходят непосредственно на РБК читать новости. Эти цифры мы тоже очень дорожим. Хотели бы, чтобы она была больше. И очень беспокоимся, в том числе, чтобы она не стала меньше из-за кликбейта. Ну и две цифры, которых здесь нет. Ребята, это в месяц страницы сайта просматривают в среднем 250 миллионов раз. И у нас, как и вообще в целом в новостном сегменте интернета, бурный рост мобильного потребления плюс 25% за год. Я передаю слово Елизавете, которая все это прокомментирует. Я хотела два слова сказать по поводу того, что из себя представляет сейчас российский рынок СМИ. Потому что понятно, что Россия – это очень большая страна. И объем новостного потребления, он очень высокий. И сильно зависит не только от качества повестки, но и от временных поясов. Потому что, условно говоря, в Москве и во Владивостоке время очень разнообразное. И интересы людей временные и информационные тоже очень разнятся. Потому что субъекты разные, интересы у всех разные, экономическое положение регионов тоже разное. Тем не менее, все российские медиа в интернете очень сильно зависят от трафика. По сути, ни одно российское медиа не смогло перестроиться на подписную модель, в отличие от европейских СМИ. Дело в том, что подписка в России не является актуальным инструментом для работы с аудиторией. Большинство медиа работает и монетизируется благодаря трафику. То есть медийной рекламе, баннером, которые сопровождают каждый материал, каждую страницу, которая представлена как текстовая информация. Отсюда возникает конфликт между миссией медиа, то есть ее общественным и смысловым базовым принципом, и охватом аудитории, то есть бизнес-моделью. Мы, по идее, как бизнес-единица должны производить как можно больше страниц для того, чтобы генерировать больше показа рекламы. Но при этом, как медиа, мы обязаны избавить читателя от информационного шума и снабдить его лишь только актуальной и имеющей значение повесткой, которая соответствует его интересам. Дело в том, что конкуренция медиа российских с интернет-гигантами в последние несколько лет приобрела огромное значение. Есть такие конгломераты рынка, как Google и Яндекс, которые абсорбируют новостную повестку, и аудитория за новостями приходит прежде всего к ним. Клики и трафик, так называемый, стоят у интернет-гигантов гораздо дешевле, чем стоимость показа, которая продается средствами массовой информации. И наши рекламодатели, они задают все чаще и чаще нам вопрос, почему мы должны платить вам дороже за показ, за вашу аудиторию, чем, например, тому же Google или Яндексу, которые продают показы и клики дешевле. При том, что информационный продукт не имеет значения, он перестал быть эксклюзивным и перестал быть востребованным аудиторией. Это не важно, кому я плачу за показ, вам или Google, мне все равно. Я ту или иную аудиторию с помощью последних инструментов могу обнаружить на любой площадке и на любой платформе. Кроме того, мы как медиа традиционного формата, производящая прежде всего, конечно же, текстовую новостную информацию, сталкиваемся с тем, что все больше и больше рекламодателей предпочитают давать рекламу в видеоформаты. За последний год, в 2018, объем видеорекламы и, точнее, потребности рекламодателей в видеорекламе вырос больше, чем на 20%. Для нас это тоже вызов, потому что мы не производим видео в таком объеме, который позволил бы нам рассматривать этот инструмент как значительный заработок. Мы, соответственно, понимаем, что рост контекстной рекламы, который у интернет-гигантов увеличивается с каждым годом, также делает нас уязвимыми по отношению к Google и Яндексу, поскольку наша рекламная модель, она все-таки базируется на баннерах и показах. Для нас очевидно, что аудитория в России не готова платить за контент, и РБК многожды внутри обсуждала вопрос, нужно ли вводить подписку, можем ли мы себе это позволить, позволит ли это в течение нескольких лет заместить доходы от рекламы. Но мы понимаем, что этот процесс, он должен быть крайне поступательным, и в ближайшие 5-7 лет констатировать и быть уверенными в том, что подписная модель в России заработает, и люди будут платить за эту информацию, мы не можем. Дело в том, что при большом объеме онлайн-медиа, даже если мы разместим что-то, и это что-то будет подступно читателям только по подписке, мы понимаем, что через 2 минуты после выхода этого материала на РБК онлайн-медиа, которые распространяют контент бесплатно, перепечатают это со ссылкой на нас и, соответственно, заработают на этом деньги, открутив баннеры, а мы, соответственно, не получим ничего. Тут, к сожалению, мы вынуждены смириться с этим, потому что это специфика рынка. Кроме того, есть четкий совершенно водораздел между так называемыми новостными материалами и аналитическими глубокими, на которые мы затрачиваем основные редакционные ресурсы, потому что в мире кликбейта аналитика не пользуется таким спросом, и если я пишу какой-нибудь важный текст с точки зрения экономики, изменений, безработицы и пенсионной реформы, то он не соберет столько кликов и просмотров, как если я, например, скажу, что пилотам не дали расшифровать черные ящики после того, как самолет Суперджет Сухой потерпел крушение. Мы, например, в прошлом году, посоветовавшись друг с другом, приняли решение о том, что мы постараемся сократить количество новостей в угоду аналитической экспертизе, убрать из РБК, как с площадки, материалы, образующие информационный шум. Мы провели этот эксперимент, сократили количество публикуемых новостей на треть. Повестка наша для нашей целевой аудитории, для аудитории, которая является ядром РБК, она стала чище. То есть, условно, в час мы раньше публиковали порядка 30-40 новостей, стали публиковать в районе 25-30. Мы сосредоточились на ключевых темах, все ресурсы редакции сконсолидировали на добыче эксклюзивной информации и качественной аналитики. Что мы получили через 8 месяцев эксперимента? Мы поняли, что трафик у нас снизился, причем это снижение стало для нас ощутимым. И мы поняли, что тот объем трафика, который мы получили на увеличившемся объеме экспертизы, на качественных материалах, на эксклюзивной повестке, он нам не компенсирует тот объем трафика, который мы недополучили на новостях и том, что называется информационный шум. Поэтому нам пришлось и приходится сейчас интенсивно думать о том, каким образом, с одной стороны, оставаться качественным в СМИ, а с другой стороны, не терять возможности для своей монетизации. Потому что, как сказал мой коллега, для нас ключевым моментом является получение прибыли и возможность зарабатывать, поскольку мы, будучи частным в СМИ, не получаем дотации ни от государства, ни от кого бы то ни было, и стараемся работать за счет того, что зарабатываем сами. Собственно, откуда берется кликбейт на российском рынке? У нас есть так называемые новостные агрегаторы, которые являются главными доминирующими, с выходными страницами для аудитории. Это Яндекс и Гугл. Если я прихожу на Яндекс, я вижу вот такую вот страничку, где можно увидеть самые главные новости, которые образуют картину дня. Вот мы тут специально их перевели на английский, чтобы увидели, какой может быть повестка из самых главных новостей в субботу в России. Вот тут прям очевидно, что основные новости сосредоточены вокруг так называемого кликбейта. Ни одной новости, которая так или иначе укладывалась бы в повестку серьезного СМИ, здесь нет. Одновременно с этим мы имеем вот такого рода примеры, когда умирает какой-нибудь человек из числа селебрити, есть СМИ, которые позволяют себе делать онлайн-трансляции смерти. И вот последний пример, который случился месяц назад, умерла некая певица, которая в начале 90-х была достаточно популярна, не сильно популярна, но достаточно. И одной из СМИ сделала онлайн-трансляцию смерти, куда поместила всякие подробности, высказывания, сострадания, комментарии и так далее, собрав на этом 6 миллионов уникальных пользователей и опубликовав 200 материалов, касающихся ее смерти. Для нас кликбейт, конечно же, это угроза, как, собственно, и для многих качественных СМИ, потому что качество трафика снижается, аудитория размывается, бренд становится менее влиятельным, потому что РБК является одним из самых влиятельных меди в России, и для нас влиятельность выражается в большом объеме аудитории, образующей наше ядро. Это порядка 40% людей из общего объема трафика, которые заходят в РБК напрямую, на главную страницу. Кроме того, мы понимаем, что кликбейт, как распространяющаяся эпидемия, она заставляет нас очень много ресурсов редакционных тратить на проверку информации. Мы вынуждены были создать отдельное подразделение, которое занимается проверкой тех новостей, которые попадают в Яндекс и собирают вокруг себя огромный объем аудитории. Понимая, что мы не можем просто перепечатывать эту информацию, поскольку являемся качеством медиа, мы были вынуждены этих людей натренировать на то, чтобы эту информацию проверять, доказывать или опровергать. Это позволяет нам, опять же, в информационных трендах, ну так скажем, не терять ту аудиторию, которую мы могли бы. Ну а почему кликбейт – это возможность? Потому что она заставляет нас… Вся эта история, которая сейчас происходит в медиа, она заставляет нас думать о том, а что мы можем сделать. И заставляет нас лучше понимать аудиторию. Безусловно, пытаясь понять, что же мы можем сделать, чтобы сохранить с одной стороны наши финансовые показатели, а с другой стороны удержать аудиторию, мы вынуждены меняться. И, по сути дела, эти изменения заставляют нас придумывать переходные модели для того, чтобы выжить. Игорь. Ну вот один из наших экспериментов, который мы начали два месяца назад, это такой специальный формат, который сделан для агрегаторов. это новости, которые мы пишем по таким общественно интересным сюжетам, которые мы бы, в принципе, наверное, не взяли на главную страницу. Их и не видно на главной странице. Они отдельно помечены, что это сделано для агрегаторов. Они на главной странице РБК тоже не публикуются. Это такой элемент персонализации новостей на основе привычного для пользователей среды потребления. Там тем, кто хочет читать качественную информационную повестку, приходят на РБК напрямую и читают. Тем, кому нравится через агрегаторы, приходят через агрегаторы. И, возможно, мы часть из этой аудитории сделаем своей. Ну вот этот эксперимент, как я уже сказал, несколько месяцев. Мы будем смотреть, что получается. У нас разные есть отзывы, представим, что это кто-то принял, кто-то нет. Мы, как СМИ, которые беспокоимся за репутацию бренда, пока окончательного решения не приняли. И думаем о том, что, в принципе, это можно было бы развить в такую линейку или на несколько блоков можно было бы сделать такой RBC Lite, такой информационный фастфуд, куда бы попадали такие легкие, близкие к кликбейту новости, в том числе оставить наш главный сайт. Мы уже сделали РБК Pro с такой продукт с более глубокой отраслевой экспертизой. И следующий шаг – это уже Paywall. Ну и дополнительный сервис – это Newsletters. То есть это специальная рассылка, специально отобранные новости. она может быть общеновостная, может быть отраслевая, как угодно. И такая линейка продуктов позволяет более четко позиционировать Бреттон РБК и для читателей, и для рекламодателей, и для профессионального сообщества. Конечно, это потребует каких-то там более глубоких организационных изменений. Ну, у Лиза уже сказал, что у нас есть подразделение, которое занимается проверкой фейк-ньюс. У нас есть выпуск, который пропускает через себя как фильтр огромное количество информации, выпуская там в день до 200 сообщений. И у нас есть отраслевая редакция, которая, ну, основная задача, которая – это эксклюзивы и постновостная аналитика. И эта же линейка продуктов позволила бы нам сделать такую, вести систему кипяев. У новостной команды это были бы кипяи чисто по трафику. У отраслевой редакции уже сейчас есть такой сложный синтетический кипяев, в котором учитывается прямой трафик, цитируемость, дочитываемость публикаций, шеринг в социальных сетях. Ну, а в RBC Pro это кипяи, это, ну, как бы, собственно, количество подписчиков, конвертация пользователей в подписчиков, можно так сказать. Возвращение. Ну, и возвращение. Ну, это, собственно, все такое, была такая презентация практического опыта работы в мире кликбейта. Спрашивайте про свободу слова. Спасибо. 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 Продолжение следует...